Итак, почему эта неделя стала вот такой? И что все-таки будет с депутатской неприкосновенностью и с идеей создать антикоррупционный суд? Все обсудим с народными депутатами. У нас в студии Алексей Гончаренко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко, Алексей Рябчин, Батьковщина и Юрий Левченко, представитель Свободы. Давайте Алексей Рябчин, я имею в виду, начнем с вас. Так и хочется спросить, а где вы и Батьковщина были в ночь 17 на 19 октября? Я могу сказать, что Батьковщина не была среди организаторов. Мы доедналися позже к этой акции. Все наши люди были. До речи, я, когда пришел до Верховной Рады, раньше, потому что были... Вы знаете, вот если честно, сложилось впечатление, что вы более активно собирались, чем потом доеднали. Ну, не суть, не об этом. Как вы оцениваете эту неделю? Вот все то, что произошло... Я очень позитивно оцениваю этот недель. Больше того, мы выступали перед, я лично выступал перед людьми, которые протестировали за то, что были приняты большие политические изменения. Больше того, Батьковщина додала до этих требований не только три основных требований. Недоторканность, антикоррупционный суд, выборчие изменения. А также мы должны рассмотреть и процедуру имбечмента президента. Узаконить ее, неважно, якое прозвище у президента, чи Януковича, чи Порошенко. Однако, должно быть правило, чтобы не Майдани скидали президентов, которые заворвались, а были определенные правила. Треба делать очень много чего. Поэтому Батьковщина позитивна. Пока краткий ответ. Довольны вы результатами этой недели? Так, они еще в процессе. Мы сейчас будем смотреться. Алексей Гончаренко, вопрос к вам, как к человеку из провластной фракции. Как вы оцениваете количество полиции в эти дни в центре Киева? Если во вторник еще все это списывали на визит президента Мальты, то вот в четверг, когда этот визит уже был закончен, полиция меньше не стала. Почему? Как абсолютно адекватное, потому что мы имели информацию, и общество ее имеет, когда охрана с Акварелидзе покупала автоматы и гранатометы. Когда мы даже видели, вот посмотрите сейчас прямо на этих кадрах, видно, как протестующие избивают офицера полиции. За эти дни никто, не было ни одного момента, чтобы правоохранители нападали на протестующих. За то моментов, когда протестующие нападали на правоохранителей, избивали правоохранителей, их было очень много. И, к сожалению, от организаторов этой акции мы ни разу не услышали извинения за то, что вот били правоохранителей, за то, что били народных депутатов. Ни разу мы не услышали. А общая оценка такова. Мы еще раз увидели, и украинский народ доказал, что за деньги Майдан не соберешь. И весь этот замах на Майдан-3 закончился таким себе политическим Октоберфестом, который сейчас там находится, если включить палаточный городок, там палаток больше, чем людей. Там человек 150 находится. Они перекрывают, правда, одну из центральных магистралей Киева. Непонятно зачем. Они вполне могли бы разместиться в Мариинском парке. Ну, вот такая результат. Спасибо, Алексей. Вот как долго все эти палатки простоят, я хочу спросить у Юрия Левченко. Юрий, а что дальше? Депутаты, как минимум, две недели в Верховной Раде не появятся. Смысл существования палаточного городка хотя бы в этот период? Я хотел бы первое значить, что неправда, когда было сказано, что полиция никого на кого не нападала. Я особо был в посутнии вечером 17-го, приблизно в 17-го ночи, когда полиция пошла в наступ и нападала на людей. И выкорствовался газ в другие моменты. И также после этого был один раз напад на намет, когда 10 людей было затримано в середу и отвезено в Печерский райвью отделок. Это все факты, которые задокументованы над той самой полицией. Поэтому это просто щодо правды-неправды. Если говорить, что дальше, то вопрос в политическом просветности, чтобы какомога больше украинцев знали, про что идет мова, чтобы какомога больше украинцев понимали, почему настолько важными есть эти требования протестующих, и чтобы какомога больше украинцев понимали и знали, что если не будет десятки тысяч граждан, щиро обурненных под стенами Виховной Рады, хотя бы десятки тысяч, а желательно сотни тысяч, то эта Виховная Рада никогда в жизни, ни за что добы не проголосует. Юрий, а что Вы могли бы ответить тем людям, которые говорят, что эти протесты на этой неделе не были настолько популярными у украинцев, потому что были слишком уж заполитизированными? Общество, которое ждет экономического прорыва и думает больше о том, как выживать? Нет, нет, были дискуссии, были дискуссии о правильности или неправильности вимог. Насправді, безусловно, вимог для этой Виховной Ради має бути набагато больше різноманитных вимог. Это и поведение стратегических предприятий, это и деофширизация, деолегеризация, де монополизация, безусловно. Но что нужно понимать, что причина всех этих бед, отзвитки взялись эти проблемы в Украине, поляга в якости парламенту, в якости народных депутатов. То есть, если бы депутаты были бы качественными, если бы большинство Виховной Ради представляли интересы большинства украинцев, то тогда не было бы этих проблем. То есть эти проблемы и другие. Я из-за этих первых причин, которые мы пытались, как раз, как я говорю, усунуть, шляхом голосования за новое выборное правило, открытые списки, шляхом скасывания депутатской недодотоканности, потому что одна из важных моментов недодотоканности, это то, что через ней как раз идуть Виховную Раду... О недодотоканности чуть-чуть позже, обещаем обязательно поговорим. Давайте, вот хорошо, одно из требований создания антикоррупционного суда. Алексей, у коалиции достаточно будет голосов, чтобы выполнить это требование улицы? Ну, во-первых, о качестве. Безусловно, людей волнует качество депутатов, когда они видят, как депутаты поджигают мужские туалеты в Верховной Раде. Это очень высокая, качественная работа законодателя, и тут с этим тяжело поспорить. Что касается антикоррупционного суда, есть вывод Венецианской комиссии Совета Европы, который говорит, что два законопроекта, которые сегодня находятся в парламенте, зарегистрированы, оба не являются совершенными. И Венецианская комиссия рекомендует отозвать оба, сформировать один новый законопроект, который внесет президент. Президент готов это сделать. Он предложил парламенту создать рабочую группу, чтобы наработать этот законопроект, и он его готов внести. Если оппозиция не захочет принимать участие в этой работе, то мы эту работу проведем сами, и обязательно внесем этот законопроект. И хочу обратить внимание, что в проекте бюджетом 2018 год по инициативе президента заложено финансирование антикоррупционного суда. И в следующем году он должен заработать. Алексей, теперь вы. Вот Юрий заговорил о качестве парламента. И в связи с этим я вспоминаю еще одно требование. Это изменение правил проведения выборов. Вот вы честно верите, что в стране этот вопрос назрел? По каким только системам мы еще не выбирали. Но депутат, кристально честный, государственник в стране, так и не появился? Я бы поспорил бы с вами, на что-то появился или не появился. Алексей отвечает на что-то качество. Качественные депутаты не расписывают, в том числе, и стены Берлинской стены, которые для немцев святые во многом. И я могу сказать, что я бы не сравнивал бы эти протесты с Майданом. Почему их возносит до статуса Майдана? Во Франции протесты, стотысячные выходят, протестуют против Трудового кодекса Макрона. В той же самой Германии, о которой мы вспоминали, многотысячные протесты, в Каталонии протест. То есть протест людей, для того, чтобы давить на власть, для того, чтобы власть выполняла свои требования, которые я помещал, это нормально, это по-европейски, Украина идет в Европу, и это нормально. А я, когда стоял на сцене, я вспомнил выступление своей на митингах в Донецке, когда мы организовывали проукраинские митинги под лозунгом «Донецк – это Украина». Я вспоминал десятки тысяч донечан, которые выходили под украинскими флагами, и я думал себе, а если бы нас было больше, возможно, Донецк бы и оставался у Украины, если бы нас Киев еще не слил. Что касается выборчей системы, вообще все эти три требования, они для уменьшения вот этого коррупционного доступа в политику новых политических сил, качественных политиков, которые не хотят, не владеют телеканалами и не используют телеканалы для того, чтобы вести пропаганду, не имеют возможности подкупать округа, но хотят служить людям. И вот эти все три требования, если в комплексе реализовать, они помогут обновить парламент и Батькивщину, эти требования поддержат. Более того, все три законопроекта – это авторы Батькивщины, и мы эти законопроекты подавали еще до вас. Спасибо, друзья, за ответы. Напомню, на студии Алексей Гончаренко, Алексей Рядчин и Юрий Левченко. Алексей Гончаренко, давайте начнем с вас. Вот вы к этой истории с вашим коллегой Розенблатом как относитесь? Думаете, он сбежать хотел, или вы верите в то, что он невиновен? Ну, во-первых, коллеги, это вот Ангела Меркель, которая пишет на священной берлинской стене маркером, и там еще до нее сотни людей. Что касается вопроса про Борислава Розенблату. Но она же это не делает, потому что Украина, например. Да, он уже бывший депутат от Блока Петра Порошенко, БПП – единственная фракция, которая исключила фигуранта коррупционного скандала из своего состава. Мы голосовали за снятие с него неприкосновенности, мы исключили его из своего состава, в отличие от всех других коллег и всех остальных фракций, чьи фигуранты, чьи члены фракции оказались фигурантами коррупционных скандалов. Сегодня мы ждем от НАБУ результата, следствия. Хотим, чтобы оно было как можно скорее, чтобы дело было передано в суд, и в суде была оценена вина Розенблата. И никто его не защищает и не собирается это сделать. Понятно. Юрий, вот глядя на все эти мытарства Розенблата, наблюдают же их и народные депутаты, причем особенно внимательно. Вот после подобных историй вы верите, что найдется в Верховной Раде 300 голосов на снятие депутатской неприкосновенности? Это история показывает, что может быть народным депутатом без... Насправді я не снимал, и я очень редко... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сообщите об этом парламент. Во многих конституциях стран мира есть такие вещи. Хотя бы надо начинать с таких вещей, если, как сказал мой коллега Юрий, не проходит 300 голосов. Давайте просто уберем беспредел, который делается, для того, чтобы мы двигались дальше. Но нужно, что говорят люди, которые против того, чтобы сейчас депутаты снимали на дорогу. Надо делать это одновременно. И с президента, и с судей. Не так, как с судей сейчас сняли, потому что у них раньше был БЛАД один, а теперь у них другой БЛАД, высшая комиссия, которая там решает, кто что. То есть с президента, с судей, с депутатов балансируем эти вещи, чтобы не сделать президента сильным, а парламент слаб. И тогда вот эта модификация может быть воспринята экспертами. Кстати, о судях сейчас этот мяч находится на их поле. Алексей, как вы прогнозируете, когда можно ждать голосование по поводу снятия депутатской неприкосновенности? Мустафан Аем, например, прогнозирует, что решение Конституционного суда может появиться в парламенте уже в декабре этого года. А я даже думаю в ноябре. Уже неоднократно Конституционный суд давал выводы по этому вопросу. Мне кажется, что это может произойти достаточно быстро. В декабре мы можем проголосовать 226, и тогда в феврале мы можем голосовать 300. Я всегда голосовал за все вопросы по снятию неприкосновенности, и с удовольствием это снова сделаю. Но вот коллега Алексей, когда говорил, он сказал не всем правду, потому что, когда, например, мы голосовали снятие неприкосновенности с Михаила Добкина, Юлия Тимошенко, например, почему-то не проголосовала. Такое удивительное случилось. Просто Юлия Тимошенко в целую неделю не было, были проблемы со здоровьем, но в суе Юлия Тимошенко Юлия Гонченко не может не упомянуть. Конечно, Юлия Тимошенко, у нее понятно, что была проблема со здоровьем, боже упусти, она же ни в коем случае не могла покрывать Добкина. Я в это не верю, никто не верит в украинском народе. Просто она неожиданно заболела. И Олег Лешко тоже заболел, видимо, и он тоже не проголосовал за снятие неприкосновенности с Михаила Добкиным. Поэтому голосуют далеко не все. Ну, партия Лешко в последнее время так верно подставляет плечо коалийца, Алексей, что не вам на них жаловаться. Не вам какая разница. Я говорю объективную правду. И, возможно, даже не стоит их гневить. Вдруг в очередной раз не выручат своими голосами. Мне не надо гневить или не гневить. Я хочу говорить так, как ясно. Один из таких примеров я сегодня, кстати, озвучу. Спасибо вам огромное за то, что принимали участие в эфире. Алексей Гончаренко, Юрий Левченко и Алексей... Извините. Рябчин. Нас три Алексея здесь слишком много Алексея. Алексей Рябчин, Батькевчин. Да, нас три Алексея. Можно запутаться. Были нашими гостями. Спасибо.